Здравствуйте, меня зовут Ая. В марте этого года я обратилась в Центр занятости в поисках работы. Меня трудоустроили по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек». Устроили меня фирму «То Кукши и Гида», это охранная фирма, бухгалтером. По сегодняшний день я работаю, и очень дружный, хороший коллектив, полностью все устраивает. У вас договор заключен, насколько я поняла, на год? На год, то есть вот в декабре этого года заканчивается, но я продолжаю, то есть мы заново заключили договор, и вот с января я продолжаю дальше работать. Год я работала через Центр занятости. А в чем преимущество участия в данной программе? А, то есть из заработной платы, которая по договору у меня, 35% оплачивает государство. То есть это и предпринимателям легче, то есть вначале смотрят, как я работаю, то есть устраиваю я их или нет, они оплачивают 35%, а остальное уже предприятие само. То есть после декретного отпуска, как бы я не пошла на прошлую работу, так как не устраивали там условия. И вот обратилась в Центр занятости, так как у меня двое детей, и буквально там за неделю у меня труды устроили. Получается, благодаря будущей поддержке государства и вот этим субсидиям задержек зарплат вообще нет? Нет, прям вовремя, день в день. То есть даже вот от государства заранее, раньше, отдельно на карточку, то есть перечисляются. Да, и здесь тоже день в день, в конце месяца. Хорошо, спасибо большое. Меня зовут Махабад, я работаю в Центре занятости населения города Кокшатова при Акимате Нашо. Центр занятости населения работает по программе продуктивной занятости массового предпринимательства на 17-21 годы. Мы работаем, помогаем народу для безработных, для самозанятых людей. Мы хотим помочь, чтобы они нашли работу, по вакансии работали. К нам очень приходит много безработных. С начала года вот на сегодняшний день у нас на молодежные проекты, социальные рабочие места, общественные работы, на социальные рабочие места. В этом году у нас план был 55 человек на 55 человек направить. Из них в начале ноября в том году мы собираем заявки у работодателей, кто хочет участвовать в этой программе. В чем заключается плюс этой программе, социальные рабочие места? Это работодатель мощный плюс. Мы, государство, доплачиваем 35% от заработной платы. Это очень и безработным хорошая помощь, и для работодателей. Работодатели посмотрят, в течение 12 месяцев справятся ли безработные, и для безработного. Для работодателя в том случае они сэкономят какую-то свою, свои финансовые денег, а вот безработные они получают опыт. И им же тоже, как бы, они потом будут остаться. Если понравится работодатель, работодатель может не до конца, не до 12 месяцев, а там приостановить и взять сразу, если имеется вакансия, сразу трудоустроиться на постоянную работу. На текущем году у нас подали 24 работодателя, направлены были на каждую организацию 55 человек. Из них на сегодняшний день продолжают еще 22, из них вот 28-26 человек уже завершили и трудоустроились на постоянные рабочие места. Когда мы делали интервью с Калиал Тайбаевичем, руководителем отдела занятости, люди не совсем поняли, почему 55. На самом деле, ведь вы трудоустраиваете больше людей. Просто нужно подчеркнуть, что именно по этой программе у вас был план 55. Да, у нас мы также, цель, как бы, центра занятости, не именно, у нас есть и по программе продуктивной занятости массовой предпринимации, также имеются и текущие вакансии, которые не по программе, как бы, безработный или самозанятый человек может обратиться в центры занятости и выбрать, куда. Мы просто предлагаем программу, если безработный хочет, там, по молодежной практике, по социальной рабочей места или на общественной работе, это его право. И также он может устроиться на имеющую, как бы, вакансию, которую он хочет. Может, он, ну, и у него имеется опыт, но в дальнейшем он хочет также продолжить. Как бы это, ну, выбор самого человека, он имеет право, где хочет. Ну, это программа именно для безработных и самозанятых, у кого нет опыта работы, кому надо помочь. А по какому номеру можно позвонить и проконсультироваться, узнать, есть ли вакансии? У нас, да, вы можете всегда обратиться, 90-10-35, это центры занятости населения, номер телефона, и по Сулюминова, 22. Можете обратиться, можете сойти на сайт, Инстаграм у нас есть тоже, можете забить центры занятости, там всегда есть наши вакансии. По всем, что имеется по текущему году, также можете зайти через Инбек программу, там тоже имеется и наши вакансии по городу Кукшетал. Спасибо большое, благодарим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok